всем привет сегодня у нас 14 июня тема инвесторы никита столяров приступай добрый вечер меня зовут никита мы работ ты на мазархвате с 1 нас обучал и где-то 8 месяцев назад мы провели первый вебинар с Денисом и тогда привлекли первые инвестиции на ровные товары и товар инвесторов и как раз по всем товарам запущенном с подачи группы сегодня расскажу про них расскажите и как мы сейчас работаем экран видно отлично звук все равно прерывается но надеваться некуда если будет сильно прерваться пожалуйста пишите команда вместе с людьми которые делают ангейты вместе с людьми которые подсказывают как внутри амазона и спасибо большое тебе видение большое количество вопросов если не по поводу текущих результатов мы считаем себя достаточно небольшой командой по обороту потому что мы знаем выручки месяц далее всего 26 27 процент полное просто и вычета всего всего что для больших серьезных продавцов поверить по крайней мере есть что мы делаем когда начнем работать с инвесторами работаем с ними по модели правильный был только по мне обороту повтори пожалуйста прервался около 250 тысяч долларов на сварок да все отлично и так как не доставленная доставка сейчас по косметике например то не хватает продолжает и хватает денег на запуск все новых продуктов мы уверены что если новые продукты зато просто отстаем вот все время и продолжаем запускать продукты вот как мы и запускали по программе правильный сейбл товары все делаем мы под ключ и какие точки он хочет контролировать выбор дизайна логотипа выбор продукты ниш закупки но обычно ограничиваемся по благотипу продукт не буду дублировать свои выбор товара это скриншотик и нескольких наших личных кабинетов это вот который вы сделаете дня три назад работы максимум два эту история как мы делаем учет много мы работали запасы и полгода просто это делать то 100 продаж день то через месяц если все лучше все равно 70 например что еще много заморачиваюсь мы по поводу фотографий по поводу логотипа бренда бренду некий стиль на старте но даже бренд хотим чтобы был беззвучный и так на всякий случай если действительно 680 мест так что еще кто люди которые с нами работают дома или полу давшемуся тут нас первое место как раз таким товаром он понял что нам уже не есть деньги но целый день мониторить продукты и за этим следить это люди которые в группе смотрят думаю полгода могут смотреть и вот не решаются сами выбрать товары и поедет и и мало вмешиваются и пробуют только одним максимум двух продуктов двумя продуктами для того чтобы понять как это работа и больше и контролировать процесс контролировать но не спрашивать два раза в день что когда мы говорим о том что как укладывать деньги мы работаем по договору договор все время каждые три-четыре недели дополняется потому что происходят различные ситуации то увеличение на большее количество продаж день целится и поэтому нужно больше денег и наоборот продавали сто пятьдесят юнитов в день теперь семьдесят все становится все яснее и яснее деньги когда человек начинает с нами работать первые большие деньги он платит напрямую производителю знает что производитель сам не отправляет ну и каждая оплата человек заходит что есть выкупы пять штук там фамилии скорее всего есть координатора заходит в табличку где у нас все выкупы что все находимся в разных городах все было максимально прозрачно это у нас один из известных из израиля ничего сложного если вы не из россии не из украины работать с нами это сводная по товарам которые мы запустим те люди считывают все затраты значит это 12 тысяч долларов 14 37 36 35 15 иногда у этих бездорогий из них три продукта но обычно это один продукт вот в инвесторе 3 как раз наибольшая сумма можно средняя сколько 75 даже 80 процентов но не всегда удается держать колоссальные большие также и превышаем эти скорости плановим потому что когда мы готовимся к продукту выбираем продукт если мы видим что лидеры придает поступить а что где и то есть издающие 58 игроков которые 70 чтобы не пытаю то обычно ориентируемся на штук на 50 на 40 и чтобы стопроцентно время 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 времени нет средний возраст инвесторы который вошел это первые деньги вложил полтора месяца назад самый старый 8 есть два человека уже за это время вывезли вывезли работу хит подожди перебью а вот смотри общая прибыль и это что значит это то есть вложенные деньги сколько он вложил а общая прибыль то при инвестора 5 человек уложил 15 тысяч 490 долларов мы заработали 35 897 долларов например на увеличение закупки и 30 тысяч долларов мы выплатили ему и выплатили нам деньги и он купил а это по продуктам счастье продукты рабочие говорить какие именно однако постараюсь мы его возили из россии сначала поэтому здесь очень рваный график марта-апрель нет продаж январь после продаж мы возили через китай это очень долго невыгодно так делать не стоит необычно а как опробовали производство российское что не опробовали совершенно вот у нас сколько было косметических товаров вам лишь только ангей топикал все у нас производитель это есть и мы с детства лучше не брать в российских их просто лучше переписывать нормальных но если вы хотите совсем белый бизнес можно сделать сделать за 80 долларов и но сама сертификация русской совершенно не нужна и это результатами в косметике ничего кроме топиков и самого документов на вбор товара это обычно что он не горит не плавится который там совпадает более то это с тем что написано в этом сертификате у которого причем нету и и ничего не нужно и вот мы сражаемся за этот товар мы сейчас зарабатываем около двух с половиной долларов на юриде так 4 4 доллара хотя в декабре в декабре делали 10 долларов прибыли на каждом товаре если бы не и то что хотели это может бы заработать ну не знаю наверное 1090 уже на этом продукте вот этот инвестор один 16 тысяч долларов ну такие симпатичные цифры но все приятно что почти уже все нужные деньги а на маркетинг кстати как пилитесь с инвестором ну то есть вот на старте там на те же выкупы суммы получали тысячи полторы на рекламу на пониженную стоимость он как закупку на раздачу мы тоже в убыток записали хоть возвращать прибыли делим с инвестором если товар не идет такой на кого то 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 покупка или мол советские средства это второй продукт из разряда купили за полтора доллара за 15 раздел Мы сделали красивый логотип, красивую упаковку, две цвета, вот в декабре убыток, но это как раз продвижение. И в январе первая прибыль. В январе пошли опять конкурентные войны, потому что у нас бестселлер ранг был около 1200-1300. А в марте, когда мы привезли очень много юнитов, мы потихоньку начали реабилитироваться. В апреле вот синее это количество, единицы, а не оборот. И где зелененькое больше нуля, там прибыли. В апреле потихоньку заработали тысячи долларов по продвижению. Это в какой-то месте, надеюсь, не хуже будет. Значит, из этого продукта... Такие вот дампы, как март, апрель. Такое часто случается на нишах, где меньше пяти людей активно продают товар. Обязательно... Продукт третий. Это шесть искриваний, несколько брендов. Очень сложная ниша. И там сразу несколько... Длина единицы все уменьшается на старте главы. 13-12 долларов за единицу. Вот такой приятный результат мы показали в этой группе наворотов. Здесь увеличение стока, а не на выплаты инвесторам. Никита, извиняюсь, перебью еще раз. Если возвращать ко второму продукту, март-апрель, если у вас какая-то звездами закидывали, или банили, или что-то еще... Здесь... Понял вопрос. Значит, это... Значит, это... Два негатива каждые три дня. То ли это органика, то ли настоящий, мы не понимаем. Потом поняли, что это такой подход. Как бы не палиться. И... Ну... И... Ну... Эфде... Регистришн... Медикал намбер. Это какое-то медицинское устройство. Хотя нам оно не нужно. И мы оказывали эту историю с индусами. И, по-моему... Вот, да. Пытались в неделе решить что-то с индусами. И вывезли товар на премьер. То есть, поэтому в марте была просадка. И, кстати говоря, в марте она еще была... Рефанды с февраля пришли. Понятно. Это третий продукт. Очень примечательно, что... В феврале было два СКЮ. А в мае уже пять. А премьер примерно статичная. Ставят замечания. Ставят и далт флаги. Приклеивают отзывы. Мы дежурим 20-ти часовой дежурства. Мы приклеиваем их обратно. Потому... Нету выбора. Нету выбора. Если вам приклеивают... Если вы приклеили себе отзывы, то иногда там берут и делают... Ну, чтобы по одной штучке человек продают. И у вас получается товар, где 170 вариаций. Какой-нибудь чепухи. Или меняют фотки вместе с товаром. А вот товар, который мы запустили американский. С Америки дальше. Товар. Покупаем в Америке. Производился с маркетингом. Вот такие результаты. Уложена в эту... История всего лишь 15 тысяч долларов. А если бы в закупке дополнительных не было... Такого тысячи. Такого тысячи. Что там? По итогам. Нинус пять тысяч долларов прибыли. Не показывал его. Почему? Это... Как раз я следующую историю подскажу. Почему мы... Короче, три тысячи были задержаны. Которые мы решили кастомизировать. И пока, на мой взгляд, если у вас нету по этому продукту хотя бы триста пять... Триста пять тысяч долларов. Это плохо. Особенно это плохо на... Уже действующий нормальный листинг. Или на... Вы знаете, что сейчас... Нужно... Кастомизировать даже самые неочевидные и простые моменты. Типа поменять крышку. Или этикетку. Или что-либо еще. Потому что там... У нас действительно позитивный опыт кастомизации. Вот. Значит, хорошее решение, которое у нас были. Может, они кому-то понадобятся. Надеюсь. Спасибо, что он в паблик выложил эту рекомендацию. Это когда вы начинаете продукт, и он очень маржинальный, очень классный. И вроде хочется купить сразу три тысячи. Мне кажется, и это круто. Мы купили три тысячи товаров, взяли полторы тысячи. Очень быстро пошло, и мы сразу полторы тысячи выкупили. Оставшиеся. Дело в том, что эта история не работает перманентно. Потом поставщик не хочет сплетить, проделять ордера. Ну, вы заказали три тысячи, забирайте хоть три тысячи сразу. Короче, это работает. Но работает, скорее, едино. В товарах, которые, не знаю, стоки слишком много привезли, если бы сразу бы заказали штучек 700, а полторы оставили храниться, минус будет гораздо меньше. Работаем со стоками более аккуратно. То есть, если можно вести авиаэкспрессом или консолидацией, то мы, скорее, возьмем поменьше стоков. Несколько брендов – это крутая стука. Иногда общаюсь с людьми, они говорят, вот я и это продаю. И вот запустил второй бренд. И когда я спрашиваю, почему второй бренд не запустить тот же самый? Многие люди говорят, ах, да точно. Очень крутая штука, но главное, чтобы в этом товаре больше, чем 40%, 50% денег. Иначе это просто очень опасно. Хорошее решение – это раздель. Мы всегда у порядка спрашиваем, можно ли подешевле, можно ли получше. делаем ли мы что-то дурацкое. Я общаюсь просто с подрядчиками и спрашиваю, как лучше. И очень часто они рассказывают, где мы ошибаемся. в январе, наверное, в феврале, не знаю, тогда это было можно, появился новый способ продвижения другого сообщества, с бесконечным бесконечным пухней штормом. И мы осторожно попробовали это на одном продукте, а потом еще на одном, и не пошло. или FBM кто-то сказал, что это крутая история. Попробу тоже не пошло. Мы никогда не сделали ставку на какие-то новые способы продвижения, даже на ту же самую склейку у нас не было основной ставки. и нет товара один аккаунт, мы почти всегда следовали этому правилу, и если бы это не было, результаты были бы ощутимее хуже. Даже если PR, даже есть один делал очень просто обычный половина всех продавцов, которые намазали, они заказывают либо отзывы, еще какую-то делают лайки-дизлайки, все равно это приватно. Ошибочное решение, которое у нас были? Это никогда не кастомизировать, как уже распространился. Не работать с того, что в Китае дешевле, просто нужно 2-3 недели подольше поискать. и доставка быстрее, и денег вам нужно для этого. Я всегда запасник подрядчиков. В этом главном отеле такая, что если мы работаем с подрядчиками, то мы считаем, что это зазорно общаться с кем-то еще. на примере, если вы работаете с выкупами и координатами и для меня было действительно чуть ли не шоком, когда 140, то есть там, не знаю, 200 тысяч долларов, и он работает только с тремя-четырьмя координаторами. Постоянно берете пробуйте пробуйте нового, пробуйте нового. возникало у кого-то меньше удаления, и сейчас мы даже, когда, например, делаем несрочную упаковку и бюджет нам позволяет а второго, даже если мы уверены в первом, мы берем на тест второго, таким образом у нас постоянно обновляется по срокам, а по срокам как мы работаем, какая у нас сейчас загруженность она такая средне-высокая, но время наиск выбор товара у нас занимает около двух недель после понимания, что хочет инвестор, то есть можно же рискованный товар, можно нерискованный, может покупать. Это дольше окупаемость, но вроде как и надежнее. одна-две, если упаковка требуется, действительно хорошая. Упаковку мы сейчас загоди сразу делаем, очень похожую, как на триггеры, но сейчас почти технише. из продуктов справа вот эти бейджики, какое-нибудь качество, манибэк, гарантии, или что-то в этом роде. Надя. чтобы лишний раз не попадать под какой-нибудь зависть конкурентов. До двух недель. Сейчас, когда мы выбираем продукт, перед тем, как даже искать поставщика, мы делаем на своих нескольких объектах аккаунтов этот продукт, потом создают проблемы. Потому что, если товар проблемный, то они обязательно прилетят, и только после того, как мы их решим, мы будем завозить. То есть, если, например, товар сбыл рейками, пройдем ангейт на двух аккаунтах, хотя бы, потом будем искать поставщика. Производство в обычной неделе совсем сложными товарами. Мы сейчас у нас прекращен. Мы возим через eBay help, и вот ребята не рекомендуют кроме самого простого. Продвижение у нас сейчас занимает 10 дней, если в товар попали, 20 дней, если в товар не попали. То есть, вот тот товар, который в мае у нас продвижение заняло где-то две недели. То есть, у нас если считать как закупку прямой расход, то мы начали на две недели. И все наше предложение. Потом еще расскажу про какие-то фишки, которые мы делаем, как мы продвигаем товары, потом вопросы, которые могут у вас быть. Товары мы продвигаем, что после того, как он станет стоком азона, мы делаем выкупы. Я знаю, что все говорят, что это не работает, но мы до сих пор в это верим. Делаем выкупы, а потом включаем агрессивную рекламу. И вот несмотря на что, чтобы у нас на низкой цене. Но потом уже начинаем чистить рекламу от дорогостоящих ключей и повышать цену. И все. Если это техническими осинами или же чужие товары. То есть, насколько сильно дорожил продукт. Не завозить товары сложные сразу. Сначала их нужно проверять, запрещенные ли или нет, и решать проблемы только потом покупать товар. И еще если вы делаете чем тысячу долларов на продукцию в день, то, скорее всего, там есть конкуренты. Не стоит завозить сразу много продукции на Амазон. Завезите на преп-центр. Не помню точно цифру. Но, по-моему, где-то килограмм пятьдесят товара отвезти с преп-центра на Амазон стоит долларов сорок, наверное, тридцать. тридцать. Это где-то центра три или два. Потому что у моих знакомых почти у каждого была история, что у меня несколько человек будет пока Амазон приведет обратно на преп. И мы сейчас почти все дропаем сначала на преп, потом на все эти случаи. Значит, вот наша у нас на пуск с очень хорошей математикой. Это прибыльная единица. Если купили за семь, значит, больше, чем 10 долларов, чем три инвестора еще. Потому что уже и текущая и вторая сторона купаются, это будет увидеть прибыль, и уже только с ними будем работать. Ну и на свои деньги также. Те же контакты для связи. Это все. Давайте по вопросам. не ничего. Денис? Да, я тут. Меня как вообще слышно? Прерываясь? Так, посерединке. Ну, понятно. Как тебя у меня вопрос, знаешь, более подробная схема. всем будет интересно, чтобы они тебе 10 раз не повторяли. Это из той серии. Понятно, человек вложил деньги в товар. Первое. Идут текущие затраты, потому что я, может, пропустил, но как-то не услышал внятно. текущие затраты идут на маркетинг, понятно, на маркетинг, там, любые, там, производство упаковки, производство фотографий, так, и так далее, и так далее. Помимо доставки и производства товара, потом, значит, реклама, маркетинг, то есть, куда она уходит, и как она уходит. то есть, вот это вот тоже важно. Ну, вот я вот этого хотела более подробно. То есть, механика. И сейчас, механика как, когда он работает или как? Ну, когда, вот вы сейчас будете говорить, человек скажет, объясните, пожалуйста, мне работу. Объясни просто всем сразу, более подробно, тебе меньше вопросов буду давать. Если три человека более точные, более целевый призыв. Окей. У нас точно хорошо слышно? Да. Нормально. Жизнь муром. Значит, приходит человек, мы понимаем, что нам будет комфортно, мы общаемся, например, минут 20-40. Потом, мы высылаем его приговор, как мы его можем подстраховать. В этом случае, если товар не пойдет, мы не будем ничего забирать, мы не заработаем на этом товаре ничего. его дедушка, его судьба договора. И вот, после этого, он согласен. Значит, он платит нам тысячу долларов, при заплату 500. После этого, говорит, какие товары он хочет. вот, есть люди, они говорят, мы хотим вложить мало, получить много. Или, мы усылаем ему подробный анализ трех-четырех продуктов. Причем, мы стараемся сейчас без воды уже, просто максимально понятно и ясно. Поставщику предавлату он платит нам за, эти, за, деньги. Потом, просто оплату напрямую поставщику, за доставку напрямую поставщику и потом, он платит на выкупы. Пожалуй, все, потом уже нормальная работа, где каждый месяц мы перекидываем инвестору на пионер, его прибыль. Ну, по большому счету, все затраты вложатся на него. Правильно? На тебя затраты вложатся только затраты твоей команды. Да. Все понятно. У кого какие еще вопросы есть? Чтобы мы зарплату не берем. Ну, я говорю, то есть команда, ты, соответственно, делаешь своими руками, а они, соответственно, инвестируют в этот проект. И потом вы делите прибыль пополам. Т.е. Тысячи долларов вы берете на старте, а когда еще работы как таковой не было, для того, чтобы человек не включил заднюю и не передумал. Как бывает. то есть, такой, человек принял на себя решение, деньги заплатил, вы начали работать, чтобы не было работы в поражнике, так скажем. А с профессиональными инвесторами как пилитесь? Вы как профессиональные инвесторы? 1% на 49, на 51 демо. Ребята, можно вопрос? У меня инвестор. Хочу товары. Дешевые, маржинальные и так далее. Вы подобрали три товара. Сэмплы заказываете до этого или нет? Позвольте, мы ему не три товара подбираем, мы подбираем один, может быть пять дней, шесть дней можем подбирать. Если он отказывается, мы второе, то потом третье. Чтобы глаза не разбежали. Вы говорите, что вы за две недели запускаете, а сэмплы обычно долго идут. Да они в Китай приходят, никто их домой не приносит на руки. Если делается профессионально быстро, то делается именно удаленно все. То есть там доставляет, в принципе, от двух до пяти суток, в принципе, если четко работает достаточно быстро, то, в принципе, так. На самом деле это оптимистические цифры, я тоже считаю. Мы не работаем сейчас. Ну, хорошо. Критерии у вас какие-то свои по товару. Просто у нас был опыт... ...десят в них, грубо говоря. То есть какие критерии вы применяете к тому... Я понял. Кроме цифры, которые показывают всякие разные... ...ресерч-тулы, да? Вот когда... ...самбука какая-то. Сейчас покажу. Вот, например, так как мы работаем в косметике, то... ...вот, например, есть товар... ...этич-крем. Вообще, по-моему, его можно назвать по-другому. Вот это... Вот и... ...этич-крем. Знаете, тут есть крем. И весь этот крем... Если вам не нравится банка какая, вы отрендерить можете любую. Мы сейчас весь пластик под стекло гоним. Никакой разницы, абсолютно. Ну, например, те хорошие делают крем. Или же, если это, я не знаю, вот этот товар. У пилмаски. То... А у кого хорошие? У кого плохие отзывы, значит, у того нет склейки. У кого хорошие у того есть. И вот, как вы сказали, вам пришли 10 сэмплов, и все не понравились, и сейчас мы подбираем через китайского представителя, мы на Alibaba просто проверяем, что он действительно в правильной цене стоит, а не придумываем. Вот только в... И второй момент, не всем было понятно, что происходит с товаром после того, как инвестор забирает прибыль. Этот товар остается торговаться в 50 на 50, или он остается у вас? Это так же 51% у инвестора, а 49% у нас. Просто как такая сетика, что инвестор отбился, сейчас провалить, и было полтора. И это очень плохо, это ужасно. И вот, когда мы начали инвесторскую историю, для нас было очень важно, что человек пошел и как можно скорее отбил... ...пустим, получил просто прибыль... Так, ну и такой вопрос, с какой суммой к вам можно заходить вот этим троим инвесторам, которых вы ищете? Минимальный порог. То есть пробовали и сказали, ну вот 9-10, пошли продажи, и мы говорим, господи, большие продажи. Производство 8 дней. Да, да еще. И вот получилось те же самые 15 тысяч. Срок приблизительно 8 месяцев. Ну так, если мы попали в товар, то это 2 месяца. Если мы в товар, то чуть... ...попали... ...вот... ...вот... ...восемь, ну уж точно отбивается, да? Ну, если мы продолжаем торговать... ...в любом случае, надо сразу понимать, что не все товары заходят. Мы с Никитой, например, один товар запустили, он у нас не зашел. Ну, ничего такого нет, бывает, это нормально. Надо понимать свои риски в любом случае. То есть мы вдвоем адекватные люди, все понимаем, как это делается, но вот не заходит он еще. Не хочешь на нее время тратить, проще его слить, остатки, отдать тем людям, которые этим, например, товаром занимаются, у них хорошо получается. Мы занимаемся, там, десятками товаров. Я даже на него концентрироваться не могу, я про этот аккаунт забываю периодически. Вот, из-за этого в любом случае... Про 8 месяцев, то есть здесь, мне кажется, это такая цифра относительная. В принципе, достаточно все легко считается. Я не знаю, как у Никиты, у меня нормальный товар отбивается с первой поставки. Никита, я еще раз, вот это самое, у меня тут так прерывается, ужасно, конечно, запись. Я так понимаю, вы сначала отбиваете все деньги инвесторов, а потом делите их 51 на 49, правильно? Нет, ну, сразу на себя. Сразу половину, короче, делите вы сразу половину, правильно? Один на половину, да. Все понял, то есть с самого начала, ну, в принципе, логично, нормально. Ну вот, из-за этого я говорю, надо тоже понимать, тут кто бы не был, хоть там супер команду собирай, невозможно. В принципе, еще раз говорю, эти товары, самое что смешное, так говорю, мы сейчас с Никитой, у нас общий товар есть. Он у нас не зашел, и мы его продаем опять моему ученику, который классно этот товар продает, который я учил, как его продавать. Ну, заходит у него, он у него в эту нишу уже вник, он хорошо разбирается, он, понимаете, как фотографии делает. То есть, ну, в любом случае, все, знаете, невозможно, и какие там моменты, и дело не в ключевых словах, не в индексации, не во всем этом, вот, так скажем, шушере, вот в этой. А здесь уже вот как раз профессионал от любительства тем и отличается, что он вник, или даже профессионал конкретно в своей ниши. То есть, вот, надо понимать, что вот этой косметикой, мне, например, чтобы туда влезть, как Никита говорит, рисковый, нерисковый товар, мне надо разобраться и много потратить время на все эти справедливые документы. Понятно, что можно взять нарисованные инвойсы, можно там опрувать и получить, все эти топики получить, купить, но все равно это сложность. Плюс вот эта склейка, сегодня работает, завтра товар завозить будем, что-то, не дай бог, с ней случится. Полмесяца назад она плохо работала. Придется, придет. У кого-то Facebook включен, выключите, пожалуйста. Я сам себя слышу, потому что. Так, тут микрофоны, микрофоны, сейчас муд всем поставлю пока. Всем муд поставил, то есть включите. Вот, из-за этого есть моменты, связанные с... Первое, это, я считаю, на Амазоне, сколько вы вебинаров не посмотрели, не важно, чьих, абсолютно не важно. Все равно там рандом 50% минимум. Просто можно перезапуститься и этот же товар запустить при тех же абсолютных тайтлах, там, буллетах, дискрипшенах, фотографиях, ценах. Отлично или наоборот. Было у вас классно, сделали рестарт, перезапускайтесь и никак. Ну вот, из-за этого это нормально. 8 месяцев, я не знаю. Никита, откуда у тебя такая математика 8 месяцев? Ну, я вот привожу товар. Мы вложили вот там последние товары, группа товаров, 5000 долларов. 5000 долларов вложили. Я, конечно, я, вот когда меня спрашивают, как там, заработок, не заработок. Ну, я пам за контролу, в принципе, мне абсолютно устраивает. Я вот вижу. Первый месяц мы запустились. Мы сработали. Я не считаю вложенные деньги. То есть, да, 5000, пока мы просто похоронили, я их потом, естественно, выдерну. На данный момент мы там 5000 вложили в этот товар. Я вижу, первый месяц у меня там доход копеечный. Ну, то есть, там непонятно, там, PPC, туда-сюда возвраты. Вот сейчас, какой сегодня шло там, я не знаю, 14-е. Там у нас доход 2500 долларов чистый. Там за контрол показывает. Мы в этом месяце не раздавали ничего. То есть, у нас там, на данный момент я борюсь с PPC. То есть, PPC у меня сейчас сожрало там 2000 долларов. А доход 2500, то есть, я всего заработал, всего заработали 4500 долларов, минус 2000 PPC. То есть, я сейчас борюсь больше с PPC. И как раз это тот товар, который, там, три товара, они не стартанули особо. То есть, они просто нормально торгуются. Они там, нью-релизы, там, все три первое места занимали. Ну, не более того. А нью-релизы, это, я не знаю, сколько у нас там было, там, 4000 быстров, или 5, 7 и 10. Ну, то есть, такие, ну, там, до 100 продаж в день с трех товаров. Это небольшие продажи товара, там, чуть больше 10 долларов. Вот, то есть, мы такой скромный товар, который приносит нормальные деньги при минимальных вложениях. Ну, вот, я считаю, мы отбиваем, там, с двух поставок и с такими темпами. Или, это я не знаю, 8 месяцев берет. Ну, Никите виднее, то есть, он, у него свои математики, потому что он уже четко просчитывает. Я уже свои деньги там не считаю, просто туда-сюда их гоняешь, главное, что профит есть. Все посчитал, посмотрел, за месяц сколько осталось. Потому что все эти программы, флетчеры, там, как они там называются, корола, контрол. Мне контрол устраивает абсолютно, все показано, все затраты учтены, все видно и понятно. Денис, ну, я как раз и сказал, если попали, то два месяца. Ну, да, да, ну, я не знаю, просто, да, то есть, ну, я понимаю тебя, потому что ты, твоя ответственность, ты как раз людей заранее предупредил. Я ей просто говорю, что человек спрашивает о том, что, я говорю, могут быть риски и не зашел, два месяца абсолютно достаточно, да, для выхода в себестоимость, для нормального товара. Но далеко не все товары заходят. То есть, ну, я не знаю, мне кажется, у крутого, классного, грамотного продавца, у которых есть запасные варианты, если так не зашло, так много всяких идей и реальный правильный подход, но процентов 60 должно быть успешно. Это однозначно. У тебя какой процент, не знаешь? Ну, у нас как-то хорошо получилось, потому что, наверное, это инвесторские товары, повышенная ответственность, у нас шанс, короче, запущен, и не все успешные. Ну, отлично, ну, я говорю, главное, не загадывать просто в любом случае, потому что, правильно, ты говоришь, что сегодня 100 продаж, а завтра улучшил все, PPC настроил, все сделал и получил 60. Ну, и главное, чтобы оно стабильно продавалось, пускай 60. На самом деле, основная масса продавцов, наевшись всяких разных историй, хотят уже спокойствия и просто стабильного дохода пускай. Потому что аккаунтов становится все больше и больше, товары все больше и больше, вот, и хочется без гемора, потому что, а сколько ты времени троешь? Да нисколько практически, в удовольствие, сколько хочешь. Можешь час в день, можешь пять часов, а можешь круглосуточно. Ну, вот, если у тебя есть какой-то гемор, какой-то, я не знаю, там, непонятный, ну, вот, и он, 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 периодически постоянно что-то новое вылазит, чем больше аккаунтов, вот, это вот, действительно, геморат. Так-то, ты тратишь намного больше времени. Бывают скрытые вот эти все проблемы, как вот у нас сейчас с торговой маркой. Мы конкурента просто выезжали от себя, а он на нас кляузы пишет. У нас даже в инвентаре там какие-то подбренды вопросы стоят до сих пор. На письмо шлют, выгляди, закроют опять. А торговая марка наша, собственная. Ну, человек грамотный, умудряется, знает, как, куда пожаловаться. Жалует, что мы фейк, а не он. Так что, все бывает. Какие там у кого-то еще вопрос будут? Ты прочитай, может, Facebook есть? Сейчас я открою. Писал, конечно. Ребят, можно? Да, конечно. По верхнему потолку, да, сколько текущей команды вы можете освоить? До 45-50 тысяч месяцев. Это если эффективно. Больше не хотим. Больше не готовы. Придется, мы уложите с этим часом меньше. Так, у нас вот есть еще вопросы. Как считается прибыль на основании чего договоренность ее считать? Непонятно. Ну, короче, ты объяснял. На чьих личных идет работа? Понял. Вопросов несколько. Значит, первый. Как мы считаем прибыль? Мы... Проходит месяц. Мы делаем выгрузку с Amazon. Приходы, еще какие-то траты. Например, когда вы привозите спрепа на Amazon, там снимается с аккаунта. Профессиональные подписки за ссором дома. И получается, и вычитается себестоимость продукции. Второе, это... На каких аккаунтах? На ваших. Предпочитаем на наших. Но такой жесткой позиции нет. Пионеры сейчас будем делать отдельный на каждого инвестора. Ну, аккаунты тоже денег стоят, если вы свои делаете. Аккаунты же тоже денег стоят, если вы на своем будете делать. Ну, да. Пусть стоит аккаунт открыт. Аккаунт открыть стоит паспорт, ты питаться должен. И все. Понял. Останье. Еще есть вопросы? Про вот эти три товара, коротенечко рассказать, из каких они меньше? Одна электроника, другая очень нишевая история, где можно сделать несколько товаров по 4, 2, 3 тысячи бассейнеранга с маржой 150%. Плюс, скажем так, это нишевая ниша, нишевая линейка. А третий товар пока не знаем. Ну, то есть, да. Позвольте, из-за связи, куда-то в ком. А третий товар это какие-нибудь смежные из тех, которые у нас зашли. Спасибо. Я думаю, больше вопросов нет. Отличный тайминг. Да, тайминг отличный. Извиняюсь за связь. Не понимаю вообще. Вроде по Skype разговариваем, все отлично. Конференц-связи отлично, а включая трансляции какой-то трэш. Второй раз уже подряд у меня нет слов. Я не знаю, то ли у меня проблемы, то ли у Никиты. Никита, у меня плохо слышишь, правильно? Да. Ну, то есть, в последнее время какие-то проблемы с интернетом. Я не понимаю, в чем проблема. Хотя у меня вообще два отдельных, две линии. На какую подключаться, уже не понимаю. Вот. То ли Facebook жрать стал намного больше. Не понимаю, в чем проблема. Вроде настраиваю, но что-то никак не получается. Так что, если что, Никита под этим видосом оставит свои контакты. Я думаю, в YouTube тоже оставлю. Вот, обращайтесь. Думаю, там уже непрерывистый будет. И смысл более-менее понятен. Вот. Таких команд на данный момент в открытую, которые этим занимаются, мало. Есть в любом случае. Была одна команда, которая, насколько я знаю, закрылась грохотом. Но это опять. Это больше команды по маркетингу, которые больше занимаются привлечением инвестиций. А все остальные, это чисто участники, которые этим занимаются. Так что, обращайтесь. Мы этим не занимаемся конкретно. Вот, Никита у нас наловчился. Удачи. В принципе, всем удачи. Всем пока. Хорошо. Спасибо большое за внимание. Хорошей вечер. Всем до свидания. Спасибо.